Так, я всё это размышляю в вчерашнем случае, когда меня чуть не развели на деньги для СВО. Разве это, размышляю с точки зрения как могло так получиться и вот теперь уже как бы на холодную голову, взвесив, я нахожу причины. Причина в том, что они видимо читают переписки, всё это заходит, всё это отслеживает, то есть они уже понимают с каким человеком имеют дело. Во-первых, во-вторых, говорят Руслану Федоровичу, из каждого утюга сейчас об этом говорят. Это всё понятно, поэтому они теперь не действуют напрямую, потому что я вообще с незнакомых номеров не отвечаю. Сбило то, что меня это, хотя это я тоже знал, но тут вкупе сейчас скажу две причины. Одна причина, что в Телеграм, там аватарка, всё, аватарка это главы района. И то, что я давно работаю в администрации района, и там они написали, что тебе позвонят, что комиссия работает по администрации района и будет составлен разговор с вами и в то же время ещё с несколькими, в том числе с теми, кто уже ушёл на пенсию. Вот как была подача, я подумал, а я ещё по комиссии как бы выяснил с утра, что именно по ЕДДС никакой нету. Я думал, может, это хотят переговорить с точки зрения специалистов, подчинённых, о работе, значит, руководство администрации. В этом плане я подумал, может, хотят связаться. И, значит, вот это повлияло, что я поверил, что это именно глава аватарка, всё, что я вот, что то отдалённо как бы мошенничество, а тут же глава, ну комиссия, то есть они всё вот это продуманные, тонкие психологи. И вот тут оно вкупе перемеживается с тем, что возраст вот уже будет в октябре 66 лет. И честно признать, тут никакой тайны нету, что человек возрастной, у него уже, я из своего опыта это как бы ассоциирую. То есть у человека вот такого нету резкости и ясности мышления, реагирования и быстрого анализа. Человек такой уже, он мышление просто по ситуации как бы ответная реакция, просто действие на то, как есть. Он уже как бы, у него нету такого критического и мышления, и резкого мышления, чтобы проанализировать ситуацию. Вот мужики утром говорят мне, да ка чё глава тебе на личный телефон? Я говорю, на личный. Да ка чё он это тебе бы на личный-то? Если ему чё было бы, он сюда на служебный. Но на служебный я там бываю, значит, сутки через трое. Получается, что я же говорю, они вот именно написали от имени главы, что комиссия и именно там список небольшой. То есть ветеранов администрации работающих типа и несколько уже ушедших типа на пенсию. С вами будет составлен разговор. Вот на это я и как бы повёлся. А когда уже, что он написал, что тебе позвонят, и когда уже позвонили, ну раз глава сказал, позвонят, ну как ты, подчинённый человек, не будешь. Я ещё раз говорю то, что я сказал выше, что не перезвонил, по каким причинам. А когда уже позвонили, ты уже в этой колее, ты уже начал по этой схеме, и ты уже на детали потом, когда анализируешь, ну мелкие, как бы потом вдогонку, сейчас бы обратил внимание, там уже как бы не обращаешь внимания ответственность и глава предупреждён и так далее. Но исходило из того, что естественно, что вчера с вашего личного счёта была попытка перевода денег на такого-то, такого-то. Он, значит, русский добровольческий кормут в пуст, вы видите, в стороне Украины. И вы фигурант дела. Вы пока неподозреваемый. Скорее всего, это работники банка типа это делают. Я говорю, а какого банка? Нашего? И вот расспрашивают там, были ли какие действия, то всё. Ну этого смысла нету пересказывать, вы всё равно не поймёте, потому что получается о. И ты становишься патриотом таким, каким ты и есть, но ты становишься уже соучастником патриотизма, предотвратить дальнейший перевод денег для наших врагов. и ты вот этим проникаешься вот этим состоянием, что ты хорошо делаешь, что больше вот по СБ они там долго это всё, долго потом передали, потом банк долго ещё ведут, не выключайтесь. Мозги закомпассируют именно, что ты становишься вот таким ответственным, всё, туда-сюда, хотя можно... Хотя я потом спрашивал, когда он меня передал, значит, мужчины в Центробанк, Центробанк ещё в Центробанке специалисту женщину, вот женщина где-то там, так только я ей говорил, я говорю, мне нравится больше работать с мужчинами, какого-то проще, то есть вот эти два... Хотя там тоже были нюансы, но женщина, я говорю, а как мне это? Вам-то поверить, что вы не мошенники. Ну как же, вот вы, они же передают вот такой-то фамилии, имя, отчество и вот такой личный код. Ну, короче, это сейчас-то хорошо рассуждать. А хорошая мысля приходит опосля. Ну, говорю, вот главная причина того, что это от имени главы и то, что вот психологи, они уже читают все мои, значит, все... Тем более, меня называют вот некоторые, ты не блогер, я не блогер, потому что блогеры, это совсем другое дело. Я просто веду в состоянии. Когда человеку, тем более, возрасте не хватает общения, или он не настолько коммуникабельный, чтобы останавливаться там где-то со знакомыми, базарить. А у меня это выливается вот в видео, которое там, там, сам одни и те же выкладываю. Естественно, они все это читали, видео все знают, все данные, паспортные данные, они мне там, когда скрин давали документы. Я сказал, о, у вас тут синяя печать, они говорят, это не синяя называется, это мокрая печать называется. То есть она, как бы, все, подпись туда-сюда. Короче, это передавать смыслом. Ну вот, главная психология, возраст, это посыл, реакция, что уже нет такой, как бы, свежести. Свежести мыслей, свежести ума, как более молодых, критических, вот таких. И когда видят, что характерно меня, нет ли, что человек, как бы, говорят, простота хуже воровства. Ну, есть в этом какой-то смысл в этой поговорке. То есть человек, когда искренний, доверительный, простоватый, как я, например, и поэтому они и берут вот на это, что он не будет заморачиваться, что вот я сразу поверил, что комиссия есть, что хотят поговорить с вами, с несколькими человеками о работе администрации, что это глава дал указание, вот он перезвонит. А еще раз говорю, когда перезвонил, ты уже, уже изначально доверившись, поверив, что это идет от главы, ты уже в эту колею, а когда начинает сотрудник в ПСБ разговаривать, что перехвачен, и чтобы, и снова надо быстро действовать, я говорю, давайте на завтра. Нет, надо быстро, что, потому что мы не можем, они могут снова повторить, а мы вот заблокировали, надо вот ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потом, когда они уже сказали, что вы должны, уже в машине сидел, что вы должны пойти в банк и снять со всех деньги. И когда тот начал, и мы закусились, и дошло там уже до грубости, вот тут я когда уже поднялся и перезвонил сотруднику ПСБ, который, значит, у нас в служебном телефоне есть наш курирующий. Тогда уже все окончательно стало ясно. Но еще раз повторюсь, вот так легко, это не понять и так легко рассуждать, как вот человек попадается. Я сам так рассуждал, как вот Лариса Долина там попалась. Когда человек не сталкивается, это хорошо со стороны рассуждать. Но прошу быть бдительным еще раз. Теперь выяснилось, что стало от имени министерства, это своего профильного щиты звонят иногда начальникам там. Не звонят, а пишут именно, да. Но сейчас уже, я по телевизору видел, сейчас уже видео подделают это, делают ложное видео и голос уже копируют. То есть сейчас уже надо вообще вот перестраховываться в этом отношении. То есть от имени начальства дается как бы указание. То есть теперь я узнал, что они поступали и, значит, с министерства, щиты суда на руководящих там, ну, на главном бухгалтера, может, на руководителя. То есть, оказывается, у нас было, ну, сейчас разговариваешь, а как-то сильно не фишировалось, коллектив не собирали по этому поводу. После того случая там полгода или сколько было, ну, там на другого работника конкретно уже знаю, что. Ну, вот ФСБшник сказал, что коллектив. Тут одна знакомая говорит, у нас в школе, она в Кемеровской, работает в школе в Кемеровской области под Кемерово. У нас, говорит, там все, там потому что присылают детям, даже вот сфотографируйте, фотографию отправьте своего родителя там. Короче, там разъяснительная работа ведется и в коллективах сильно, в трудовых, и, видимо, там на западе уже, как бы вот в Сибири, получается, уже более бдительный народ стал. И почему раньше такого меньше было, а сейчас стало больше, что стали уже сюда пошли, на восток, где народ как бы попроще. То есть хорошее качество. Все хвалят, что народ отзывчивый, добрый, он попроще, он доверчивый. То есть для мошенников почва более благодатная. Так что вот так, бдительность, бдительность, бдительность. Я знал точно, что эти товарищи, которые попадаются, что я-то уж точно не попадусь. Но вот эти все факторы так сложившиеся. То есть там работают ребята. Да, это как-то так. Да.